такой знаешь из бочек разливной найти меч броквар еще и замечу где его искать тут я заходил вроде да да ну и где он улетел по делам своим похода не тут есть блюдо терраса там и рахучу наверх можно залезть как внизу фрагмент пересматривать фрагмент чего завернулась ты посмотрела про пушкину что ли или как там где администратор кирилл который шугать все вот это чувака я как раз и знаю чё про прямо упасть и все они кто здесь как там нет не рыба вдали как как меняется что-то быстро это еще что хим я понимаю уйти мне отсюда не дадут нормально да ты этого видела там чувака здорового не пошугаешься такого для ебнет ему один раз упадет сложится три раза как ты нашел меч я честно на месте его ушел бы просто к одному сказал типа это как типа сейчас по-быстрому извинился передо мной или ушел отсюда я бы честно ушел бы то что нахуй мне это нужно такое охерительное отношение нашел но везде куда везти тебя ты живы товарищем моего отца да надеюсь мы по прежнему товарищи но я слышала вы из чего не поссорились или из-за кого-то ты о той истории с Йеннифер это давно было еще до того как крах встретил твою маму но вы с Йеннифер уже были знакомы с Йен всегда все было непросто а что в ней такое что тебя к ней притягивает не знаю ну да может мне просто и об этом мне нравились легкие пути ну я бы ушел честно на его месте у нас что-то локальное ну она там он на ножах смотрит я просто видел эту передачу мне там внезапно знакомый снимался я сам охерил немножко фианор пододеял внимание там по ходу а где Йеннифер не знаю что такое бубляж она что прямо так тебя отпустила а что она мне хозяйка что-то отпускать меня ну подумаешь на единороге потрахали что что теперь должен за них таскаться что что значит отпустила ничего ничего просто мне кажется она не любит упускать тебя из виду вот они короче варзай найди значку передачу сочи на светло в глазах колес сейчас свежий воздух пойдет тебе на пользу боги будут недовольны яру это наши гости помнишь сочи какой-то бар там был как он назывался сочи блин я забыл не голубая устрица в итоге стала как же он назывался я забыл серьезно не ладно что случилось то что случилось с твоей рукой я пожертвовал ее богам прости я да что ж блять такое дайте мне поиграть ну да она тупая ты их не штрафу и нет я буду их штрафовать то что ж такое то чем ты ближе тем больше жертвы приходится приносить мы верим что самое большое что человек может отдать это собственная боль и страдание слышать слышать голос богов это дар а не жертва носить голосов ты слышишь голоса богов возможно голоса связаны с твоим умершим братом я рассказала геральту про акки мы пришли к выводу что что боди опечален и его гибелью поэтому нужно попросить у него прощения я я я не хотел акки упал в воду я боги разгневаются не боись я помогу тебе я обещаю я сделаю все что в моих силах чтобы их не разгневать послушай ведьмака аяру боги наверняка желают чтобы ты примирился с акки ой это кто такое у нас тут здравствуй что я должен сделать ты помнишь в каком месте акки упал в воду у восточной оконечности острова недалеко от входа в залив нас снесло под иглу улулы это опасное место водоворот утягивают там по несколько людей в год мы отправимся туда чтобы дух акки обрел покой нужно вернуть броквар его владельцу нет 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 боги боги будут в гневе я чувствую это ярл не страшись боги любят тебя наверняка они хотят этого может будет достаточно если я сплаваю туда один в конце концов не важно чьими руками ты вернешь меч что он на голове невидимое что-то что сохранилось под водой до сих пор да родовой перстень пожалуй этого достаточно я поплыву я одиночку велика земли а нам потом их трупы из корчмы выносить и 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 костей айки ой тут недалеко где-то вон там ну ладно че это был ты че меч застал смотришь и сошел уи спрятанное сокровище у болотник болотник давай красненький красненький так я дам шок тебя вот и глядь сюда записка крюч с кольцом мне интересно так давай красненький красненький то не то там чтоб тебе еще не падает нормального снега ой должна быть здесь надо по минус сирена ну и где ты ты где он так медленно плаваешься служба плыви нормально он там что попал по это все читаю смотрим голову это что-нибудь или нет пора возвращаться куда леку что-то они по ходу не подумали об этом это же реально море утопец ага утопец а вот это уже утопец до седания чуть-чуть остался синим и таки нам красный нужно что-то мне тут подсовываешь и дичи свою мне чуть-чуть нормально ведь похоже это что-то изменила через чё сделал что происходит удалник голоса велели ему выколоть себе глаз что зачем ты это сделал такова была воля богов это жертва за акки дурак все чего именно хотели боги ты помнишь что они тебе сказали они были в гневе голос сказал ничтожный человек ты не помог акки а теперь не поплыл молить о прощении выколи себе глаз страдай и скорби за все зло которое ты совершил что странный кадр кадр что не могли нормально построить я с тобой говорили воде сразу как я отплыл вскоре после этого меня или камин здесь большую роль играет чем тогда они объявили мне свою волю они всегда обращаются к тебе когда ты спишь всегда и что-то тогда лишь не спал они призывали тебя в какое-то конкретное место в мой старый дом они велят мне зажечь факел и говорят о стене нет интересно ты или нет ну просто чисто любопытство ради ты или нет или те просто в прикол когда те кто-то говорит что делать это должен сделать они когда-нибудь открывали тебе свой облик или ты всегда видишь только тени однажды я набрался смелости и во сне ярче зажег факел тогда я увидел неясный силуэт сидящий в тени вот террас боди ждут от тебя только страдания только оно и мы мило потому они хотят его все больше какие-то не боги чуть другое сказал что боди обращаются к тебе из тени поэтому ты не позволяешь зажигать здесь свет для них иногда я вижу их силуэты когда факелы горят достаточно ярко это великая честь видеть богов может если бы в доме было светлее ты видел бы их и наяву обычные люди не достойны смотреть на них его преследует не дух брата я вернул меч но ничего не изменилось так что с ним рука можем поговорить где-нибудь наедине пойдем в комнату для гостей счет с рукой может не так я все разные их никуя не горил у него какая-то это над головой херня хим существо которое появилось после сопряжения сфер он присасывается к человеку который совершил низкий поступок годами он жирует на его боли подпитывает угрызение совести и в конце концов вынуждает наносить себе увечья звучит невесело его можно как нибудь одолеть теоретически есть два способа он сидел когда на лавочке у него какая-то тень над головой была такая как непонятно я тоже про группу кстати подумал группа может попробовать обмануть интересная вроде бы можно обмануть нужно притвориться что делает что-то ужасное когда он перепрыгнет на новую жертву когда хим поймет что его обманули ему придется уйти надо попробовать я не знаю никого у кого бы это получилось может никто не смог придумать подходящую ложь а какой второй способ ведьмачьи бестиарии говорят что нужно провести ночь в логове хима вместе с его жертвой пока чудак место скверное но ты должно быть ночевал в местах и похуже одной ночевкой дело не обойдется нужно как-то выманить хима он должен выйти из тени показать себя только тогда можно будет его ранить и наверняка он захочет с нами рассчитаться и видела у далека это будет нелегкий бой я знаю что ты сомневаешься но давай хотя бы попробуем обмануть хима так я думаю оказаться не так просто впрочем я хочу не идеально то есть хим демон их очень трудно провести к тому же обманщик не должен знать что обманывает как это хим цепляется к человеку совершившему какой-то низкий поступок возбуждает угрызение совести и кормится его страданиями если обманщик уверен что не совершил ничего дурного хим это почует то есть если одному из нас придет в голову мысль что делать он не сможет рассказать о плане другому так иначе ничего не выйдет чуть сложно репортно если что что другой способ прям удальник может не выдержать целую ночь в логове хима ты думаешь что хим захочет его убить нет он не станет убивать кормиться но ярл истощен дом вызывает у него болезненные воспоминания и хим попытается вытянуть все что сможет и чем больше боли он причинит удальрику тем сильнее станет и тем опаснее для тебя оба способа кажутся мне рискованными но я по-прежнему думаю что надо прибегнуть к обману не знаю я не уверен только не говори что в таких вопросах ты обычно советуешься с еммифер если мы не что-то к ней привязалась тогда сможешь решить дело по ведьмач и я ощущаю что вы думаете что овечка которая под одеялом рукой показывает вверх давай вы так думаете что типа нас к дороге вы об этом думаете хитрость а пытка не пытка хорошее решение единственное место где мы можем что-то сделать это логово хима проклятый дом да и как бы я об этом и хотел сказать это ухо пойдем сразу тону не стоит медлить спокойно очень гендем мэннинг к ты ты там фианор уже не болеешь или все еще болеешь обыскать дом найти способ вызывается от хима а я не обыскивал этот дом ради а вот интересно в печке что изящная работа должна быть печника приглашали с большой чё цири мысли нет это невозможно зараза от пугнуть меня хочешь это карсанка значит боишься я тоже на секунду подумал что мы цири нашли разбитое зеркало внезапно нужно быть удалить боялся увидеть хима за спиной старая колыбель наверно тут спал маленький удалерик или акки пивай чё орешь чё хочу сейчас училась у меня есть план и очень надеюсь что он сработает ну под вещай ты просто подожди меня здесь я скоро вернусь что-нибудь еще ты сам сказал что не должен знать подробностей большего я не могу сказать просто верь мне надеюсь ты знаешь что делаешь я тоже ну что можем начинать ну давай я готов хорошо я спрашиваю что топи печь печь хорошо печь дай мне поесть несколько часов спустя да ладно чего блять осторожней с ребенком дай мне ребенка чего давай еще загружусь а а а а а а а а уясе я чё сейчас сделал вообще чего вдруг что это сейчас вообще было зачем подожди ты ребенка аки назвал ведьмак не совершал зла в нем нет ни вины ни отчаяния только облегчение ты ходить как что за жесть сейчас произошло вообще как что все кончено да мы обманули хима он решил что я убил твоего ребенка и ушел от тебя что присосаться ко мне и питаться моим чувством вины но увидев что ребенок целый невредим хим исчез ты свободен сейчас обидеться же ему шел вместе с ним и голоса которые мучили тебя идем отсюда ты сказал что все кончилось он истощен со временем рассудок вернется к нему что что я теперь буду делать успокойся и растерянно успокойся это пройдет я чувствую будто из меня что-то вырвали это само собой хим был посолом они крепко срастаются с жертвой того питался часто чувствуешь пустоту но не беспокойся через несколько дней или недель ты будешь здоров спасибо наверное прощайте ну есть вариант что она ребенка заранее отдала и ничего нити какую-нибудь да на колдоварих у это гердко что же красавица печь закрыл еще щит на нее накинул нихуя себе разумно а потом что ты будешь делать еще трех человек заберем уж что с ним все в порядке а ты останешься на спикероге тоже были не знаю мне тоже надо привести мысли в порядке да что ты пристала к этой еннифер что не так с ней да что тебе да еннифер ты который раз про нее вспоминаешь да ничего просто я заметила что вы очень единодушный чем будешь сказать я у нее под каблуком и ты не исключение наверное все мужчины не отесанный рыбак со скеллиги отважный рыцарь суровый ведьмак каждый из вас в конце концов дает себя укатать во всем слушает женщину а ты храбрый поверил мне незнакомой девушки не каждый на такое решится только не рассказывай об этом по всем островам не хочу прослыть подкаблучником до свидания геральт до свидания какой-то а мы чего еще сюда приходили да я думал дочь надо было спасти это вроде как и хуя 750 опыта королевский гамбит это что такое что такое королевский гамбит что это такое зайти к краху за награды м сходим чем нет смотри печь это квас прикольный ну и только из-за исхода ну конечно закрыта у них там все понятно то есть там каким-то образом по ходу есть вариант попасть в печь описание квеста думаешь как мог придется сука где его искать пошло 200 то никто нет не написано ничего не написано по заказа козы где там у нас крах живет крах-крах-крах-крах-крах козенька моя до полюбом там дыр мастер гера стражник увидел вас башни меня послали открыть вам ворот а почему они были закрыты знаменитое гостеприимство жителей скелли такова традиция после пиршества ярлы выберут короля а значит двери должны оставаться закрыты крепости могут быть только сыны и дочери скелли ясно крах сделал для меня исключение все знают что ты сделал для керисы хелма сегодня ты один из нас ну ладно прошу за мной ждет нет когда ты так говоришь мне как-то вообще опасненько крах ждет кого кран ждет привет тебе беда лучшая мастерская воспользуемся с удовольствием взгляну на того и об этом у кого тебя ждет крах вас всех ждет крах об черт говно 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 давно 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 у тебя чуть тут еще такое такое ну ох ты это что-то берем все берем возможно местоположение всяких этих будь здоров всяких предметов кошки собаки там медведа всего остального и чё а чё не не отмечется как прочь интересно медведь медведь 2 медведь один есть прикинь всего медведи так что скупим найти пищу 34 есть еще даже нихера себе вот этот поворот я думал три максимум здесь я 4000 вроде не доходил даже он же на какой уровень то медведь 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 на какой уровень на 20 какой у меня грифон 1 вещь по уровню рано там какой на грифон 2 где а у меня грифона 2 даже нет ну да у меня его реально нет террас на третий нужен 26 а второго у меня и нету грифон один так я уже сделал грифон один так у меня улучшенный отлично монет так чем поем потом уж и разберусь какие шнуровка какая пестрая тут всякие с большой земли а нам потом а вы чё опять пируете все сколько можно у меня столько же прав сколько у тебя ты должна меня поддерживать а не отбирать у меня союзников если кто из анкрайтов и наденет корону то это ты потому что у тебя борода на рожи растет вот как у тебя вырастет может тогда ярлы и тебя послушают хочешь получить помнишь последний раз я тебя победила на плаках да а может идем сразимся с вильткарлами интересно у кого лучше получится у тебя или у хелмара у смирителя великанов хватит выделываться ты кому напел то что-то блять у великанов тут уделал у нас сестра твоя даже в курсе я не вижу крах он съемки все кроме от ушел свои покои наверное готовит тебе обещанную награду послушай ведьма а ты не хочешь сразиться на кулаках с вильткарлами не размять кости с дороги уже позже спасибо герц и ты прям вообще молодец это страшно через людей проходит вода и он чё тут у нас сейчас ты еще скажешь что крах того даби не по вкусу это не пир а ярмарка торгуют голосами словно овечьими шкурами ах сванриги не собирается бороться за поддержку сын брана не будет торговаться за корону которая ему принадлежит из того что я слышал короля должно определить голосование такова традиция но не всякая традиция хороша забота об островах должен взять на себя один рот как и понимаю ты имеешь ввиду определенный рот бран был лучшим королем которого видели острова скеллиги за много веков но еще теперь обязательно сын твой должен быть что значит ему должен перейти трон сердце и ланнистер что плохого в выборах короля выходи и послушай и поймешь кандидаты уже раздают земли обещают привилегии титулы судебные решения как уличные девки что задирают платье перед каждым прохожим король по выбору не властитель а должник пора с этим покончить и для начала посадить на трон первородного сына брана надеюсь ярлы поймут мудрость этого предложения завтра чуть свет приятных развлечений мастер ведьмак очередной странный кост я только за наградой можно награждаться нужно заходи я ждал тебя как тебе пир так себе чем эти ваши баллы на большой земле но и бухать точно больше чего я только не выкатил из погребов полуторалетние меды центрийская сливовица махакамский спирт который обжигает глотку как кипяток анкрай ты знает что такое гостеприимство скорее другой момент эти знают как нужно набухаться что-то мне подсказывает что твое гостеприимство не совсем бескорыстно ну да не совсем на островах поддержку добывают не только мечом еще и медом и мясом если так за результаты я уже этот голос из хэви рейна я чё-то не сразу сообразил это же этот как его почему всем стив хочу назвать детектив который скотт на скотт что-то из моих детей наденет корону ты не разрываешься между хьялмором и келис смысле есть ли у меня фаворит не они разными в огонь и вода ковер между нами хьялмор не слишком порывист для короля зависит от того о каком короле ты говоришь если про того что засылает послов двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду тогда он слишком порывис это нас келиги хочет иного властителя такого что утопит нильфгард в крови который скорее прыгнет в огонь чем стаса а в этом весь хьялмор если вы продолжите набеги эмгер окончательно разъявиться вы можете об этом пожалеть мы на скеллиги не знаем что такое мир любой ценой думаешь совет ярлов посадит на трон женщину спроси ты меня об этом пару месяцев назад я бы засмеялся а теперь что-то уже не до смеху да я вижу и не я один что у кирис есть кое-что что на островах встречается так же редко как жаркое лето терпение одни сперва делают потом думают а она другая а думает взвесит за и против но как начнет действовать то нет такой силы чтобы ее удержала я сейчас только что это наблюдал тому где все люди бухали прям вот один в один то что ты сейчас сказал примут ты козел нет и козел нет и козел нет и козел ой все ушла слишком терпимо и обещал мне награду за помощь твоим детям и сдержу обещание прошу это безделушка в моем роду много поколений и за то что ты помог сохранить продолжение бомбанула да и тебе да нахуй мне твоя это зубочистка прекрасная работа спасибо чё происходит лугас за лугас должно быть хьялмар устроил какую-то драк что это не хьялмар пойдем сессон отличное название оба все происходит медведь ёбнору ёбнору миша ты нашел винтовку миша миша и медведи есть маши нет а вот и маша вот он какой музон четкий заиграл скандинавский рэп мне единственный цвет да не понравился там какой-то странный он был голубой это вообще прям не в тему ну а так там идея прикольная дайте тряпку нужно остановить крот отец опа отец возьми плащ как у какого зовут не ублюдок какой-то это держи сын и выберешься какое-то такое не акула однажды хальберн он умер ебать драма откуда взялись эти медведи отвечай а он здесь пришел с моим отцом убери медь щенок не то крах тоже лишиться сына да скорбил меня лугас а теперь угрожаешь моему сыну я тебе этого так я ставлю ну так иди давай я забью тебя как бешеного пса тихо тихо довольно уже пролито крови это кротово чтобы они убивали наших сынов и братьев мы не сможем вернуть их жизни но мы можем и должны за них отомстить этот груз ложится на хозяина но я тебе обещал что будет бомбить найдите виновных найдите и убейте иначе ваш рот будет проклят до сотого колена ты что ты блять с проклятиями то своими только с тебя сняли уже нормально ты заметил да смелый стал блять зараза скверно все вышло тебе понравится а я сказал где понравилось что найдем на ночь вообще на ножах я искать виновных погоди ты с ума сошел и хочешь зарубить кого-то прежде чем мы узнаем что случилось на самом деле узнавай себе что хочешь а я пока смою позор с нашего рода я тебя уже не слышит перестань играть герои и подумай речь идет о нашей чести нет не все первый сезон точно не видел вопрос кто за этим стоит находится в этой зале нити твою через или х ялмор явно кого выберем и даже не знаю пушкин из первого сезона ну может захватился чуть мне тоже интересно что будет если женщина станет ярлом это интересно ты права кирис я помогу тебе спасибо до встречи я вернусь с головами предателей я 志 Além о спасибо тебе бог заяц-волк сайт волк ты видеб когда нибудь что то похоже нет и надеюсь что не увижу откуда взялись эти медведей люди смеяли съели пили вдруг началась чистоности больший что происходило сразу перед резней молодой лугас поспорил что выпить бочку пива запах влез на стол схватил бочонок пшеничного из центры и начал хлобыстать к тык ходил у него туда-сюда как поплавок он надулся покраснел но пил люди стучали кружками и кричали думаешь мне то интересно и тогда с другой стороны зал и пошло такое рычание что мы обернулись как по команде корм это звучит так будто лугас все это спланировал типа отвлёк бочонок залпом я не представляем steam за них я обещаю не то чтоб это прям как-то знаешь тяжко будет для организма но это сколько пить надо у них бочки то влезь ну нахуй хватит разговоров надо осмотреться дай знать если что-то найдешь далее она в деталях просто начала рассказывать кому-то знаешь она это прям заучила этот текст следы когти и зубов переломы трудно сказать отчего номер да чё ты тут делаешь ты должен быть там без тебя не могут молодой лугас медведи застали лугас умер тогда ладно ничего не успел сделать а я грешным делом было подумал шоу лугас нихуяся чуть я на медведи залез я думаю облутать можно ну ладно что у нас тут то есть лугас лугасович голова медведя на язык короткий как у человека чего из области несет медом и чем-то еще чем-то землистым медведи любят мед на только свежий странное что-то подмехом татуировка в виде медвежьей лапы тату салон для медведей вот тут тот носки лиги открыл старый шрам со следами швов получеловек полумедведь существо вроде лекантропа но сейчас не полнолуние значит обращение вызвано не луной может он съел что лекантроп медведь вот это что-то интересное с каким-то землистым запахом нужно проверить рога и кружки ты типа намекаешь что какое-то зелье кто-то выпил и типа превратился я уже спел а я два таких выпуска видео ларзой у каждого стола стояла чаша в этой был мед только мед все рога пусты ну да я ожидал что такое случится рано или поздно так хочу второго медведя не надо обыскивать чё и найдешь я забыл уже как он там назывался кафе назывался там владелица тетка была те вот это я точно помню есть мед какие-то грибы и человеческая кровь один стражник видел что случилось это были не медведи а какие-то люди которые обратились в медведей ага берсерки когда муж типа решил этот сделать какого все за нее решить короче это ну вот это было очень постановочный тот момент его снимали как он уезжает ну да только здесь был пир они поле боя я кажется знаю что вызвало превращение мед который они пили понюхай мед добавили кровь и что-то еще какие-то грибы но я их не узнаю думаю нам поможет хьорд он в растениях лучше всех разбирается ну давай спросим йорд это не тот который живет рядом в домике там я пока бежал вроде видел а ты хьорд окей фрея мать наша сделай так чтобы море поглотила предателей фрея госпожа наша я не помешаю тебе в молитвах ты уже помешал чем дело в одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще каких-то трав или грибов керес говорила дай рок чувак из игры престолов я знаю этот запах сейчас подожди сообразим кто это может быть из игры престолов это может быть либо из дозора либо как их называют ну да вот я про него подумал но вроде какой-то еще был который с браном носился все так мар дрем нихуя себя эти грибы как-то связаны с берсерками да но только в сказках которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь войны которые ели марберин должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей но как я сказал это только легенды знаю но легче поверить в них чем в то что медведи появились из ниоткуда керес не ошиблась и разбираешься в травах да особенно слегка долг месяц на разум успокаивал вызывают сон без сновидений у далек страдал долгие годы я пробовал помочь ему разными способами сперва молитвы потом маковым молоком а теперь то оно ему не нужно все не так просто но он понемногу отвыкнет не встречал этого названия на большой земле их называют иначе веселушки да крестьяне едят их чтобы притупить боль удалек тоже их пробовал но только пару раз потому что в больших количествах эти грибы вызывают видение кошмар ну да это последнее чего удалеку не хватало спасибо за помощь кровь и март вкус человеческого тела и гриб который вызывает видение это могло вызвать приступ гнева а возможно и превращение может быть но я не верю что мёд отравили здесь в зале при стольких свидетелях ты прав я помогала готовить пир я бы заметила возможно это случилось прежде чем напитки принесли в зал еще в погребах пойдем может мы найдем какие-нибудь следы лисы то есть может они платные само собой ну как может по-любому есть вот это задание закончим я надеюсь оно закончится после этого когда ну типа выбрут этого ярла сраного и пойдем уже по основному вот а сейчас перерыв может сделаем что ли леха время вышло да время пошло уже нормально это же блэзер как не придется перерыв перерыв и и и и и он 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 внутренний Субтитры сделал DimaTorzok